всем привет это world fashion news программа о самых модных и актуальных новостях недели с вами дарья погодаева и мы начинаем она все-таки состоялась и и откладывали переносили но в ночь 14 на 15 марта в лос-анджелесе прошла 63 церемония вручения премии грэмми это безусловно главное музыкальное событие года поэтому рассказываем во всех подробностях как все прошло по новой традиции церемония прошла в смешанном формате часть гостей присутствовали в историческом стейпс-центре в лос-анджелесе лично а часть присоединились онлайн триумфатором вечера стала бьонсе певица была номинирована в девяти категориях и получила четыре статуэтки в том числе и главную за лучшее рмб выступлением таким образом побила свой же рекорд став самым номинированным артистом в истории премии у певицы 28 наград за всю музыкальную карьеру для такого события бьонса выбрала черное кожаное мини-платье с киапарелли с глубоким декольте открытыми плечами и присборенной тканью а дополнила свой образ подходящими перчатками черными туфлями и длинными золотыми серьгами тоже от скиапарелли еще один рекорд установила тейлор свифт певица стала первой женщины чьи записи трижды признавались альбомами года на грэмми на сцену она поднялась в самом весеннем наряде церемонии коротком платье оскар де лоренто полностью расшитым цветами били а лишь ушла с церемонии с двумя статуэтками в том числе с главной наградой ее трек everything i wanted стал записью года для церемонии она уже традиционно выбрала костюм гуччи сюрреалистичным принтом и дополнила его панамой защитной маской и белыми кроссовками британский певец гарри стайлс открывший церемонию получил грэмми в категории лучшая сольная поп исполнением сначала на ковровой дорожке он предстал в клетчатом пиджаке гуччи и в эпатажным середневом ба на сцене стайлс сменил образ для выступления он выбрал кожаный пиджак и брюки с пушистым но на этот раз зеленым боа из перьев третьего черная появилась уже за сценой где гарри принимал свою награду британская певица и модель дуа липа тоже появилась на публике в нескольких образах на ковровой дорожке она была в нежном полупрозрачном платье versace а на сцене в ярко розовом пышном платье халате которая певица сняла во время выступления дуа липа кстати получила награду за лучший вокальный поп-альбом что мы можем сказать в итоге начало большим и красивым мероприятиям положено а дальше посмотрим многие фэшн-издания считают что мир моды устала от коллабораций но несмотря на это мы продолжаем читать новости о совместных коллекциях фэшн-брендов с художниками звездами и даже друг с другом некоторые из них мы считаем очень удачными интересными и эмоциональными именно таких коллаборациях мы вам сейчас расскажем лакос представил коллаборацию с брюно марсом американский певец запустил лайфстайл бренд под псевдонимом реки регал первая коллекция вышла в коллаборации с лакост в нее вошли красочные спортивные костюмы принтованные рубашки с коротким рукавом футболки шорты бермуды и полосатые носки adidas создал метровые кроссовки в сотрудничестве с эстонским рэп исполнителем томми кэшем они переосмыслили иконическую модель кроссовок суперстар и представили обувь метровой длины говорят что такая обувь призвана облегчить соблюдение социальной дистанции во время пандемии и чедем представил долгожданную коллекцию с ирландским дизайнером симон раша банты и рюши цветочный принт и жемчуг теперь украшают не только женские детские но и мужские вещи и тонические силуэты гуччи тоже изменились к весне на шелковых текстильных и кожаных поверхностях распустились васильки и анютина глазки из архивов американского художника по ткани кена скотта русский музей и магазин good local выпустили рюкзаки с изображенными на них работами художников наслаждаемся спортсменами и суперматизмом малевичем синим гребнем кондитского победы над вечностью филонова и ай петри крымом уиджи место встречи технологических компаний российских и международных модных брендов и fashion ритейлеров москве это фэшн техдэй ежегодная выставка с онлайн конференциями и вебинарами рассказываем как она прошла в этот раз фэшн техдэй с точки зрения развития рынка электронной коммерции это достаточно значимое событие все время она проходила в режиме офлайн целеры продавцы иногда не не до конца понимают как устроен современный фэшн мир особенно в российских реалиях с учетом всех специфик дата матрикс кодировка сертификация разные системы операционные поэтому мы посчитали что это одна из наших сейчас основных задач можно сказать долг прийти и принести как минимум начать с информирования всех наших потенциальных и существующих партнеров для того чтобы начать хотя бы говорить на одном языке или как говорят иностранцы быть он до same page основной тезис был про аналитику во первых как изменилась в условиях после пандемии локдауна объемы как меняется поведение потребителей как меняются операционно-логистические процессы что становится важным в первую очередь для выхода оффлайн ритейла в свой непрофильный рынок онлайн ну и все что нужно знать магазинам для того чтобы успешно работать на этом рынке для развития российского ритейла онлайн ехома fashion один из ключевых сегментов не участвовать в данном мероприятии невозможно и наконец-то рассказываем о благотворительной инициативе элджи электроникс благодарность российским ученым врачам и донорам крови за неравнодушие героизм компания организовала день донором коротко о том как все прошло в нашем сюжете ази подразумеваете донорос по крови уже 12 лет это наша выкладываю подразумевание строя российского общества сегодня мы находимся на очень важном событии в историческом издании аргументы и факты и здесь проходит акция день донора каждому человеку очень важно делать что-то для других очень важно быть нужным для других людей мне кажется что это одно из тех прекрасных течений где в людях просыпается что-то милосердное и человечное и мы находимся в том состоянии когда жизнь человеческая очень хрупка как никогда когда проводятся такие масштабные дни когда это поддерживается прессы как можно больше людей узнает об этом и я надеюсь начинают хотеть стать донорами тоже и спасти чью-то жизнь это очень важно это все с вами была дарья погодаева и программа world fashion news оставайтесь с нами и будьте в курсе самых актуальных новостей недели